Резванов очень неплохо выступил. Нурмазан Резванов недавно, кстати, как бы тренируется в центре силовых структур. Вот еще, я тоже думаю, у него все впереди. Вот интересный поединок. Шамиль Нурмагомедов, мастер спорта боевой самбо клуб МАИ. И Александр Волков, шестой КЮ, Миксвайт, клуб ММА Сушенген. Сушенген, да. Совсем недавно развивается это направление. Где-то год назад в Москву приезжал Сэмми Шилд и привозили его в Москву именно люди, которые им преподают в этом клубе. И Александр Волков как раз-таки представитель. Вот я, к сожалению, наверное, к своему стыду не могу сказать, что такое шестой КЮ. Насколько это высоко или невысоко, но, по-моему, сейчас был удар локтем, мне показалось. Да, да, да. Был удар локтем, но, опять, понимаете, если иногда для того, чтобы не... Вот в данный момент удар не принес жестких разрушений, да. Для того, чтобы не останавливать динамику боя, рефери вправе объявить устное замечание, не останавливать бой. Если же будут повторные действия, то тогда бой останавливается и производится замечание и начисление баллов тому человеку, который нарушил правила. И, глядя вот на этот поединок, невольно возникает вопрос, рост у нас помогает в Панкратионе, либо же наоборот, он совершенно не помогает, наоборот, как-то в минус уходит, потому что нарушается координация высокому, намного сложнее бороться, вот как мы сейчас видим. Ну, во-первых, хотел, значит, сказать такую вещь, что у Саши Волкова в некоторых кругах, он не первый раз выступает на наших соревнованиях, у него такой, как, сценический псевдоним Сэмешилд. То есть он по своему росту похож на этого гиганта. Вот, по поводу длинных рычагов, здесь вот в данном бою, мы видим, Александр оказывается постоянно снизу, он немного неправильно выставил саму тактику ведения боя, да, то есть рычаг в стойке – это большое преимущество. При хорошей подвижке на ногах, стрелять руками, не давать себя клинчевать, двигаться, уходить, скручиваться, и здесь у Александра было бы намного больше преимущества. Но он проваливается, бьет ногой, ноги у него, удары вялые, и чем воспользуется Шамиль, он прихватывает ногу, бьет и переводит бой в парт. Да, но зато, обладая таким высоким ростом, все же непросто биться против вольников, потому что коронный прием борцов вольного стиля – это проход в ноги. Если вспомнить тот же бой Сэмми Шилта против нашего Федора Емельяненко, да, где-то там года 4-5 назад они встретились, Федор ниже Шилта сантиметров на 25, а то и на 30, но практически каждый бросок в ноги проходил для Федора, и Сэмми Шилта оказывался в партере. Так же здесь палка о двух концах. Да, согласен с вами. Просто еще раз, смешанные поединки – это универсальная система. И здесь, в зависимости от твоего телосложения, ты против того или иного спортсмена, представителя одного или другого вида спорта, должен использовать свои плюсы в поединке. А правила это позволяют? Пожалуйста. То есть, опять, здесь мы говорим о именно тактической подготовке спортсменов, универсалов, спортсменов, выступающих в «Панкратионе» в «Микс Файке». Ну, здесь, видите, Александр совсем не контролирует ситуацию, Шамиль просто разбивает его, пытается взять руку на болевой. Ну, и все не дается Александру. Не получается. У Александра, видите, длинные рычаги, и локоть постоянно уходит вниз. Для того, чтобы сделать боевой прием, локоть нужно и плечо вытащить вверх, а после этого уже садится на руку. Ну, как бы, Александр не сдается, бой продолжается, все нормально. Ну, в отличие «Панкратиона» от многих других систем, спортсмены понимают, когда нужно похлопать, когда нужно сдаться. Если же этот момент не контролируется спортсменом, то в схватку вмешивается рефери и останавливает бой для того, чтобы избежать травмирования спортсмена. А так бой происходит практически без остановок. Ну, вот, видите, попытка Александра ударить коленом. Ну, все равно Шамиль проходит ближний бой и переводит бой в парток. Безусловно, интересный боец Магомедов Шамиль при такой, видимой, кажущейся вальяжности. Может быть, даже есть лишнее что-то в нем, лишний вес. Но бьет он довольно неплохо, бьет ногами. Только что был удар у Шира, который пришелся в область печени и совсем чуть-чуть не докрутил Шамиль. Так он мог даже и закончить бой нокаутом, причем нокаутом из стойки. Шамиль, поопытнее, конечно, спортсмен. Шамиль выступал по профессиональному «Панкратиону». Он дрался с таким известным, по-моему, белорусским атлетом, как Глушко. И выиграл у него, причем выиграл ударной техники, просто разбил его полностью на удар. Так что здесь, конечно, опыт на стороне Шамиля. Шамиля представляет Мэйли. Кстати, тренируется вместе с Андреем Рудаковым. Слушаем объявление. Решение судей. Ну, заслуженная победа. Никаких вопросов здесь быть не может. И последнее. В партах.